За 16-й год у нас 145 благодарностей, а за 17-й около 70. За чуткость, теплоту по отношению к ним, пожилым людям, благодарят пациенты, персонал Центра медико-социальной защиты. Недовольство да и то с улыбкой высказывают лишь по поводу того, что посещать это отделение восстановительного лечения можно раз в году. Но чаще никак, иначе пройти курс реабилитации смогут не все ветераны металлургического комбината. В месяц здесь принимают порядка 150 человек. Они получают бесплатно таблеточки, инъекции, это внутримышечные, внутривенные, внутривенно-капельные, физиолечение у нас, широкий спектр физиоаппаратуры, в том числе у нас есть и лазер. Помимо врачебной помощи, а это и капельницы, ингаляции, массажный кабинет, в курс реабилитации выходит лечебная физкультура. Специально разработанная программа суставной гимнастики не случайно идет в записи. Повторять упражнения пожилые люди могут, сидя перед телевизором как здесь в центре, так и дома. Суставы болят от того, что когда при движении вырабатывается смазка. А эта смазка, когда человек меньше двигается, эта смазка потихонечку исчезает. Хруст пошел. За 15 дней они обучаются комплексу упражнений. Кто-то под запись себе делает. Приходят через год, некоторые приходят через полгода, через год, уже говорят, мы делаем, нам интересно. Нина Борисовна пациент этого центра вот уже 10 лет. Отличную характеристику дает каждому здешнему специалисту. Говорит, после трехнедельного курса забывает минимум на полгода дорогу в поликлинику. У меня остеохондроз, у меня позвоночник болит. И когда вот здесь, как говорится, я хожу, и так встаю и думаю, ой, я жива или нет, у меня ничего не болит. И лечение, и отношения. И все это вкупе, вот, я не знаю, дает такой стимул, заряд. Забота о ветеранах ММК, благотворительный общественный фонд «Металлург» 22 года назад открыл этот центр медико-социальной защиты. А двумя годами позже первых новоселов принял специализированный дом ветеран. 131 квартира, все заселены. Людмила Федоровна 4 года назад переехала в эту однокомнатную. И, как говорит сама, нисколько не пожалела. В прошлом спортивный работник. Спортом сейчас занимается для души. Время есть, ведь груз бытовых дел с нее в доме ветеран сняли. Если нужен электрик, поднимаем трубочку, заказываем, через диспетчер электрик приходит. Все услуги, пожалуйста. Выезжаем очень много на природу. Для прогулок на свежем воздухе, но в городе. Во дворе дома разбили сквер. В теплые дни лавочки здесь не пустуют. За здоровьем и комфортом жильцов особо следят. Работает также процедурный кабинет. Каждый день фельдшер делает обход по квартирной. Есть также прачечная, где житель может унести белье и спокойно сдать в стирку. С машинами-автоматами. Также есть домовая часовня. В самом доме для организации досуга открыта библиотека, которая со временем стала клубом по интересам. Сидеть заперти в своих квартирах здесь не любят, а потому в зале всегда можно найти компанию. Я с полвторого до четырех играю в шахматы. С пяти до семи в карты мы играем. После карты час я играю в шашки и потом в уголки. Переехать в дом ветеран может любой одинокий житель города, достигший пенсионного возраста. Или обменяв свою приватизированную квартиру на жилплощадь тут. Или заключив с благотворительным общественным фондом «Металлург» договор найма жилого помещения с оказанием социально-бытовых и медицинских услуг. КОНЕЦ